Всем доброе время суток с вами канал ВОХА 54 и я Владимир. В последнее видео я показывал метод как я режу столбы для лестниц и упустил один момент. То есть я не рассказал на какую глубину я врезаю ступень и не рассказал почему именно пользуюсь этим методом. Поэтому сегодня восполним пробел и я расскажу почему я пользуюсь этим методом и почему я не пользуюсь шиппаз. Вот она эта лесенка, вот он этот узел. Ну и сама лесенка уже на месте. Осталось только доделать ограждение. К новому году не успели. Вот он этот собственно столбец лежит и мы его в прошлом видео фрезеровали. Кто не видел ссылку оставлю под видео. пройдете посмотрите и поймете о чем разговор. Вот сейчас возьмем рулетку и промерим. По прямой 20 миллиметров вполне хватает площади для хорошего зацепа. А на углах вот я ставлю рулетку 40 миллиметров и на этом углу также 40 миллиметров. То есть на углах я фрезерую 40 миллиметров. Столб этот 80 на 80 и дофрезеровываю почти до углов. И площадь соприкосновения 90 миллиметров. То есть даже больше чем столб на целый сантиметр. Вот так же теперь почему я не делаю шип паз. Во-первых это трудоемко и неоправданно абсолютно. Потому что вот я нарисовал. Сколько он шип паз делается? Ну 15 миллиметров глубиной не больше. То есть вот он шип паз этот на глубину. Здесь маленько уголки только не дофрезерованы по прямой. Но это компенсирует центральная часть. Видать, да? Тень падает. Вот так вот видать. То есть и здесь так же. Ну и по большому счету это на всех ступенях. Поэтому я не вижу смысла фрезеровать здесь шип паз, когда проще сделать вот так. И нисколько это не нарушает конструкцию. И площадь соприкосновения, ну она одинакова просто-напросто и все. Поэтому мартышкин труд как бы нежелательный. Но это сугубо мое личное мнение. Ни в коем случае никому ничего не навязывать. То есть делали вы шип паз. Ну и делайте дальше. Вот. Я просто объясняю момент. Ну а так. Вот он стоп, что мы фрезеровали. То есть вот так его ставим. Вот эта первая ступень. Вот видите, она вот так становится по прямой. Вот эта вторая ступень. Она уже заходит. Вот даже образно видать, что она уже совпадает с углом поворота. И вот эта третья ступень. Ну и четвёртую здесь. В том виде мы её не дофрезеровали просто-напросто. Вот. В принципе, закрываю я эту тему по резке столба. Как бы всё, что мог, всё объяснил и пояснил. Ну а на этом всё. Всем удачи! До встречи!